Здравствуйте, вы смотрите проект в гости. Сегодня с нами оперная певица за блестящей карьерой, которая с удовольствием наблюдает и приморские зрители. Это Елена Стихина. Здравствуйте, Елена. Елена Стихина – оперная певица, обладательница великолепного сопрано. Будучи уроженкой небольшого уральского города Лесной, окончила Московскую консерваторию, после чего обучалась в Центре оперного пения Галины Вишневской. В 2014 году Елена приехала во Владивосток и на протяжении трех лет блистала на приморской сцене Мариинского театра. В феврале 2017-го она дебютировала на сцене Мариинского театра в Петербурге в партии Соломеи и в том же сезоне была зачислена в труппу театра. Международная карьера Елены Стихиной также складывается успешно. Состоялись ее дебюты на оперных сценах Нью-Йорка, Парижа, Дрездена и других городов. Добро пожаловать домой. Как еще можно сказать, да? Как еще можно назвать ваш очередной приезд на приморскую сцену Мариинского театра? Сами вы как это воспринимаете? Вообще мне очень нравится возвращаться во Владивосток. Здесь такой мой оперный дом. Мне здесь всегда рады, что очень... Мне льстит, конечно же. И мне всегда здесь приятно находиться самой. Вообще очень. Много солнца, такие яркие эмоции. Все здорово. Вы как-то очень здорово сказали в интервью, что работа во Владивостоке стала тем фундаментом, на который теперь можно возводить стены. Так вот о стенах, которые вы возводите. Этот сезон, мне кажется, уже да, дает много поводов для того, чтобы... Мы, зрители, вами гордились. Спасибо. И Митрополитенопера, и ваши европейские премьеры, и Санкт-Петербург. Расскажите о том, что такое наиболее значимое для вас. Не обязательно с точки зрения, может быть, какого-то места или исполняемой партии, а вот что стало памятным? Знаете, каждая роль и каждый выход на сцену – это очень памятное событие в моей жизни, потому что все равно это занимает время. Это эмоции, которые ты испытываешь, это общение с залом, и нет никаких таких проходящих спектаклей и проходящих дней, я бы так сказала. Конечно, да, Митрополитенопера – это определенная ступень. Конечно, это очень приятно. И публика меня принимала очень тепло, что вообще очень так трогательно, на самом деле. Ну, сейчас я какое-то время буду находиться в России до марта месяца. У меня много спектаклей и вводов в Мариинском театре. Я готовлюсь к партии «Бутерфляй», чтобы потом с ней поехать в Амстердам. И в конце сезона у меня будет в парижской опере «Сила судьбы». Вчера вы исполняли «Тоску», это один из трех спектаклей, которые будут состояться здесь, в Владивостоке. Мне так кажется, что партия прямо для вас какая-то знаковая. Вот я помню вас в «Тоске», это тот момент, его невозможно забыть, этот триллер с приездом Марии Гулегиной в 2016 году, когда зрители приходили, отменяли. Что на вас тогда свалилось, и как вы это пережили? Ну вообще, на самом деле, я не успела понять, что произошло, потому что я пела этот спектакль и была готова для того, чтобы пойти в зал послушать Марию Гассовну, потому что это мой кумир молодости. Я думала, наконец-то я послушаю «Тоску», живьем такое колоссальное удовольствие. Ну, как бы мы предполагаем, Бог располагает. И так получилось, что где-то минут за 40 до спектакля мне звонили-звонили, а у меня телефон просто перманентно на беззвучном сигнале стоит, потому что, ну, как бы... А зачем, действительно, это все должно? Вибрирует вибрацию, я слышу. А тут он лежал просто в пальто, и я даже не слышала, как мне звонили из театра, и сказать, что надо сегодня петь. Дозвонились до моей подруги, которая была со мной, и сказали, что мне нужно срочно идти в театр. Я пришла. Естественно, это, ну, адреналин. Ты бываешь к чему-то готов, даже если тебе говорят, что ты страхуешься равно. Когда тебе говорят, что тебе нужно сейчас идти на сцену, это стресс большой для тебя. У тебя начинается паника в этот момент. Очень тяжело оставить эмоции, все это отложить и пойти петь. Тем более, что когда приехала Марина Гассовна, она немножко переделала спектакль. Естественно, это другие мезонсцены, это совершенно другие партнеры, которых ты не видел. Ну, слава богу, все сложилось, ребята все поддержали, все прошло хорошо. Я знаю, что сама Мария Гассовна была очень довольна вами, да? Да, мне приятно. Я, кстати, читала, что, ну, если не аналогично, то в чем-то похожая ситуация была у вас с Анной Нетребкой, когда вы вышли на замену, она заболела. Да, кстати, похожая ситуация была, это правда, да, она заболела тоже. Ну, во второй раз уже, наверное, было. Чуть менее экстремально, или... Ой, вы знаете, это всегда экстремально. Вот сколько бы раз это ни происходило, и где бы это ни было. Бывает такое, что, например, певица заболевает за несколько дней, и тебе говорят, что тебе нужно впрыгнуть, и ты прилетаешь. Но это совершенно другой уже вопрос, потому что ты уже готов, ты уже, у тебя есть несколько дней, все равно какие-то репетиции к этому есть. А, ну, здесь с Анной Нетребкой была ситуация другая тоже, потому что репетиционный процесс проходил со мной, я это все репетировала, я ее заменяла, и я была на страховке, да, но, естественно, как бы меня предупредили тоже практически впритык в это, ну, в день спектакля, да. Но здесь еще больше ответственность, потому что это все-таки парижская опера, это все-таки не Владивосток. И это 4 тысячи зрителей. Да, безусловно. А не 1200. И это не родные стены, которые помогают, а совершенно чужие. И слышать перед выходом, перед открытием занавеса, когда объявляют, что сегодня вместо Анной Нетребкой выступит Елена Стихина, и слышать пятиминутное буканье просто в адрес того, что происходит. Ну, французы могут, да. И вот этот вот весь крикор, и сдержать себя в данный момент, когда ты уже стоишь на сцене. Не то, что ты этого не слышишь где-то в гримёрке, ты выходишь позже, а вот ты стоишь уже на сцене, и тебе букают. Даже если это не тебе, ну, ты все равно воспринимаешь это на свой счет. Поэтому это было тоже очень... Это такая школа, да? Это было очень сильно, да. Елена, вот у вас сейчас происходит такая активная жизнь на разных континентах, артистическая жизнь, очень полноценная. И, ну, не секрет же, да, что рынок оперных певцов, который сейчас достаточно широкий, он живёт уже по другим законам, нежели он существовал ещё пару десятков лет назад. И уж тем более там весь 20-й век. Как вам кажется, сейчас вообще есть ли понятие «оперная дива» как таковое? И если оно есть, то какова женщина, которая пребывает в этом статусе? И много ли она может себе позволить из того, что привыкли приписывать раньше оперным дивам? Ну, оперные дивы, конечно, есть, естественно. Никуда это не делось. Анжела Георгию, например, Анна Нетребко. Ну, это люди более взрослого поколения, по отношению ко мне, я имею в виду, которые уже состоялись в статусе, которые уже везде пели и поют, и которым много позволено в плане их самоподачи. Они абсолютно другие, у них другая энергетика. Эти люди, конечно, они центр всего, потому что эти люди на сцене, и их приходят слушать, и это уже определённые другие законы, да, они работают. Но это люди высокопрофессиональные. Естественно, они не могут быть уже не центром всего, да. Когда съезжаются со всего мира люди, чтобы их послушать, как они могут быть не центром? Они центр. Но по поводу того, что, как бы, планирование спектаклей и того подобного, естественно, каждый театр планирует свои спектакли сам. И там уже происходит согласование, может просто певица в этот день петь или не может. Может она выполнить данный контракт уже или не может. И все эти вопросы, конечно же, обговариваются. Ну, такого, что я могу петь только вот в эти дни. Конечно, ведущие театры не дают между спектаклями отдых, и это правильно, и это тоже обязательно, естественно, чтобы певец долго мог оставаться в обойме, скажем так. Потому что здоровье, оно у всех заканчивается в определённый момент. А вы вот свой вот этот закрутившийся ритм рабочий как переживаете и выдерживаете? Я его стараюсь по возможности тормозить. Не в том плане, что тормозить карьеру, а в том плане, что быть спокойнее. Потому что, естественно, когда тебе предлагают театры, тебе хочется всегда везде поехать, всё сделать, но нужно пытаться реально осознавать себя и своё время. Потому что мы не всё можем сделать. И иногда бывает лучше действительно отказаться для того, чтобы сделать что-то более качественно дальше. Зрители, которые наблюдают за развитием вашей карьеры, не только вашему безусловному таланту приписывают то, как сейчас всё складывается, но и в небольшой мере вот тому счастливому случаю, который произошёл, когда партию «Соломей» вы готовили самостоятельно, в общем-то, не предполагая ничего особенного. А потом так получилось, что Валерий писал, что утвердил вас на эту партию. Вообще, конечно. Это такая вещь, которую я благодарна Богу, что он помогает мне в этом. Потому что, естественно, если бы не это счастливый случай, что всё бы сложилось по-другому. Ну, то есть карьера бы шла, но развивалась бы просто по-другому. То есть, возможно, так же активно, просто в другую сторону. А возможно, не так же активно, мы не знаем. Конечно, в моей жизни были эти счастливые случаи. Та же самая Тоска, да, или та же Татьяна, после которой я имела прекрасные рецензии, да. То есть мы никогда не знаем, как бы это пошло на самом деле. Но я счастливый человек в этом отношении. Счастливые случаи в моей биографии были. И, надеюсь, будут ещё. Очень надеюсь. В последнее время не только много интересной работы, но и множество интересных встреч подарило вам. жизни и развития карьеры. И люди, которые, с одной стороны, это мировые величины, такие как Пласида Доминго и Хосе Карерос, и Тажанна Нетребко. С другой стороны, сейчас это ваши коллеги, с которыми вы общаетесь, наверное, чему-то учитесь. Конечно, всегда. Вы делали как-то для себя, может быть, хотя бы небольшой какой-то анализ, что вы стараетесь впитать, подчеркнуть из общения с подобными людьми? Во-первых, я всегда стараюсь подчеркнуть их простоту. И то, как они остаются людьми до самого конца. Потому что я считаю, что звёздная болезнь – это начало конца. То есть когда человек уже перестаёт осознавать, что происходит вокруг, и считает себя в центре вселенной, это уже очень тяжело. Потому что вот это вот выпадание из реальности – это печально очень. И я стараюсь из этой реальности не выпадать, если вдруг у меня там что-то в голове возникает. Я стараюсь себя всегда приземлить. Ну, у меня есть для этого люди. В том числе и муж, который у меня на землю возвращается к дому. А вообще такие люди, которые достигли этих вершин, они абсолютно остаются такими же людьми, простыми, со своими же проблемами. У них так же насморк, так же болеют дети. Иногда какие-то радости абсолютно простые. Тоже там, как съесть какую-то пироженку, которую сегодня нельзя, а завтра можно. И куда-то поехать, и посмотреть достопримечательности. Все абсолютно такие же люди. И, конечно, они высокопрофессиональны. Они приходят на работу, они работают. Они там не болтают, ничего. Как бы так вот они пришли, они готовы, они работают. И вот это даже Пласито-Доминко, например, сейчас работала с ним в Триптихе, да, в Метропольте. И как он приходит, и на каждую репетицию дается и работает, и часто в голос со всеми общается, и очень вежлив. И это здорово, ты смотришь на это и думаешь, вот как вот классно. Хочется вот так же до 80 лет и на репетициях полностью отдавать себя. И на спектаклях иметь такой же на сцене молодой голос 80 лет, какой имеет он. Кстати, о режиме, о том, что нужно, а может быть и не нужно для того, чтобы оставаться в хорошей профессиональной форме, физической форме. У вас есть какие-то свои самоограничения или вы тот счастливый человек, которому они не нужны? У этого всем нужны самоограничения, знаете. То есть если бы у нас их не было, не знаю, что бы было. Но для меня на самом деле самое главное – это здоровый сон. Когда я не сплю, я себе очень тяжело мне творить. Получается, только вытворять. Вот, поэтому для меня самое главное – это сон, конечно же, позитивные эмоции и питание правильное. С такой довольно кочевой жизнью, которая сейчас у вас происходит, есть ли город, возможно, это Петербург, который вы внутренне считаете своим? Ну, конечно, мой дом сейчас находится в Санкт-Петербурге. Там моя семья, там мой муж живёт. На Урале, где я родилась, где живёт моя мама и брат. Я же бываю редко, стараюсь там бывать, но не всегда получается. Но, скорее всего, сейчас мой дом – это Санкт-Петербург, да. Насколько он был к вам приветлив? Город такой сложный, и вот кого-то он принимает, кого-то не особо. Знаете, когда я была студенткой, я туда приезжала и на конкурсы, и просто так, да. И мне всегда не нравился Санкт-Петербург. Он для меня всегда был очень промозглым, и всегда был очень каким-то сумрачным. Ну, как-то мне всегда было неприятно, и на конкурсы никогда я дальше первого тура не проходила. Как-то не везло мне. А вот потом, когда я уже приехала, уже когда начала развиваться моя карьера, когда я в более взрослом возрасте, да, так скажем, приехала туда несколько лет назад, этот город, и взглянула на него совершенно другими глазами. Может быть, я повзрослела просто, я наконец-то начала осознавать вот это роскошество этого города и всю его красоту. И когда я приняла этот город, он принял меня. И он ко мне стал очень благосклонен, и я его обожаю просто. Я его очень люблю. Мне очень понравилась, как петербургская публика, хотя считается, что тоже она такая сопломба, приняла вас сразу безоговорочно, начиная с самой первой Соломей. Я такое количество восторженных слов в ваш адрес прочитала, именно как отзывы зрителей. Спасибо, мне приятно. А вы сами чувствуете вот это приятие, принятие аудитории? Ну, конечно, после Соломея публика приняла очень тепло, и это сразу почувствовалось. Не знаю, почему, надеюсь, что им всем понравилось. Но вообще, на самом деле, в Петербурге, конечно, приучено, и они ходят на спектакли, часто, почти всегда полные залы. И это очень приятно, и туда приезжают уже очень известные певцы и мастера своей сцены, и работают в театре в Мариинском. Там очень много известных очень певцов, которые работают по всему миру, да? Поэтому это очень вдвойне приятно, что такая публика меня приняла. А вы вот с точки зрения какой-то энергии или ауры ощущаете историческую сцену Мариинки или новую сцену Мариинского театра? Они для вас отличные? Конечно, они разные, они абсолютно разные. Во-первых, даже ты приходишь, у нас часто бывает в театре перед спектаклем маленькие там оркестровые какие-то попробовать кусочки, да, дирижер берет или с оркестром, или с тобой, и ты находишься на сцене в этот момент, пустой зрительный зал, свет уже включен, и ты видишь вот этот зал, в котором тебе сейчас предстоит работать спектакль. Конечно, когда ты видишь историческую сцену с потолком, с этим совсем бархатом, со всей этой красотой, это одно ощущение. Ты чувствуешь себя так как-то вот... А когда ты выходишь на новую сцену, ты чувствуешь себя по-другому, но все равно тоже здорово, потому что тоже очень красивый зал. И красивая сцена, она просто побольше и поновее. Немножко разные чувства, но все равно это... Я очень люблю обе сцены. Очень. Хорошо, будем заканчивать наши разговоры. Очень радостно вас видеть здесь, в Владивостоке. Спасибо. Обязательно приезжайте, не забывайте. Я с удовольствием, как только, так сразу. Да, радуемся вашим успехам и надеемся, что все будет только по нарастающей. Спасибо, я тоже буду стараться. Спасибо. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok